Здравствуйте! В этом видео я покажу вам, как сделать автоматические красивые субтитры в Adobe Premiere Pro. Итак, начинаем! На таймлайне у меня уже подготовлен видеоклип. Это Карим, который рассказывает, кем он хочет быть. Меня зовут Карим. Я хочу стать строителем. И так далее. В общем, сделаем сегодня субтитры для Карима. Красивые и автоматические. Первое, что нам нужно сделать, это открыть панель текст. Вот у нас панель текст. Если у вас нет этой панели, не проблема. Переходим в вкладочку окно. И здесь ищем панель текст. Нажимаем на текст. И первое, что нужно сделать, это расшифровку текста. То есть, чтобы программа поняла, что говорит Карим. Для этого мы нажимаем на расшифровку. И у нас есть кнопочка транскрипция эпизода. Нажимаем на эту кнопочку. Открывается панель и язык. Если у вас английский, вы, понятно, выбираете английский. Но у нас русский язык, поэтому идем вниз. Ищем русский. У меня он уже скачан. Нажимаем на русский. Если вы не хотите транскрибировать полностью всю секвенцию, то можно выбрать галочку. Транскрибировать только точку входа и точка выхода. У нас эти точки уже также проставлены. И нажимаем на кнопку транскрибировать. Ждем пока Premier Pro сделать расшифровку Карима. Отлично. Premier Pro сделал свою задачу. Но нужно проверить, хорошо ли он расшифровал текст Карима. Поэтому включаем на мальчика и смотрим на текст. Меня зовут Карим. Я хочу стать строителем. Потому что строители делают домы. Они людям дают дом, квартиры и двери, диваны, шкафы, кровати. Телевизоры, стеклы, балконы. Итак, видим, что у нас есть несколько ошибок. Я хотел. Исправляем на я хочу. Делаю дамбы на домы. И стекло на стеклы. То есть нужно проверить, хорошо ли Premier сделал расшифровку текста. После того, как мы все поправили, время сделать красивые субтитры. Нажимаем на кнопочку создания подписей или Create Captions, если у вас английская версия. Открывается вот такое вот окно создания подписей. Что нужно проставить? Если у вас еще пока нет никакого стиля, мы максимальная длина в символах проставляем немного ниже. Например, 18. Минимальная длительность в секундах. Ставим минимальную. И линия. Если вы хотите субтитры одинарной линии, проставляем галочку одинарная. Смотрим, что получилось. Меня зовут Карим. Я хочу стать строителем. Хорошо получилось, но сейчас нужно немножко изменить дизайн нашего текста. Поэтому открываем новое окно. Окно основные графические элементы или Essential Graphics на английском. На таймлайне выделяем весь текст. И в правом окне изменяем его дизайн. Для примера выбираем шрифт MonsterArt. Это самый популярный шрифт для субтитров на сегодняшнее время. После того, как мы изменили шрифт, можно сделать все буквы заглавными. То есть прописными. У нас есть кнопочка все прописные. Также в пункте область и выравнивание мы можем изменить положение наших субтитров. Сделать их выше или наоборот ниже. Также рекомендую в пункте внешний вид добавить обводку текста. Черным цветом и размер, например, 5. Чтобы текст был более читабельным. Давайте посмотрим, что получилось. Меня зовут Карим. Я хочу стать строителем. Потому что строители делают дамы. Также мы можем изменить цвет какого-то одного текста. Например, строители делают дамы. Дамы мы можем выделить и сделать его, к примеру, зеленого цвета. Также можем опять дом выделить желтым цветом и поиграться с текстом. После того, как вы определили свой стиль, его можно сохранить. И все следующие титры уже делать именно в этом стиле. Как это сделать? Выбираете какой-то один из текстов на таймлайне. В пункте стиль дорожки. Нажимаем на нет. И есть создать стиль. Нажимаем создать стиль и зададим ему имя. Например, Карим. И все следующие разы вы можете сразу же создать текст в стиле Карима. Как это делаем? Возвращаемся в панель текст. Расшифровка. Создание подписей. И здесь уже в стиле у вас есть стиль Карима. На этом все. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на канал. И желаю хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok